Здравствуйте, коллеги. Retail Week вновь на ваших экранах. Рядом со мной новый интересный спикер. Здравствуйте. Представьтесь, пожалуйста, какую компанию представляете? Добрый день. Меня зовут Наталья Овда. Я лидер направления мяса, мясная гастрономия и заморозка в команде «Вкусвилл». Замечательно. У нас проходила бизнес-сессия, вы там были спикером. Очень интересно, какие темы поднимались, может быть, какие-то были споры, какую проблематику поднимали? Ну, слава богу, мясники не спорят. Мы как сплоченная команда выступаем. И я заканчивала уже практически своим выступлением с сессией этого дня. И очень приятно, что коллеги до меня как раз-таки наметили эти векторы и точки роста по категории. И мы совпали буквально слово в слово. Расскажите, пожалуйста, как мясное, вот дело мясной, отдел как бы ритейла, себя чувствовал в пандемию? В 20 раз выросли продажи мяса или чуть поменьше? Это было бы, конечно, шикарно, но, к сожалению, нет. Потому что мы столкнулись, опять-таки, по всем категориям мы столкнулись с высоким ростом цен. Мы их сдерживали, все сдерживали именно для наших покупателей. Мы очень многие повышения наших производителей не транслировали на полку, поэтому унесли свои убытки, но поддерживали, понимали, что сейчас все находятся в очень сложной ситуации и поддерживали наших покупателей, которые являются у нас номером один в сети. Вокруг него все строится, вокруг него и продукты. И поэтому не выросло это настолько. Хорошо, что вы сдержали цены, спасибо вам за это. Мы сейчас проговорили предыдущий год, но сегодня, наверное, во время сессии у вас закладывались какие-то векторы развития на будущее. Может быть, поделитесь какими-то тезисными? Да, как раз-таки именно пандемия привела обратно, наверное, дудительно такое слово, что привить домашнее потребление продуктов с учетом того, что все мы должны дом готовить, по сути. Но особенно в Москве и в Питере, в городах-миллионниках, в последнее время до пандемии люди больше и больше питались в ресторанах, в кафе. Но именно пандемия нас вернула к истокам, и тренд на потребление дома, он остался, еще есть, и еще неизвестно, какое время, конечно, будет, потому что, сами прекрасно понимаем, рестораны заново открылись. И именно в этом направлении мы как раз и развиваем именно мясную гастрономию, мясные полуфабрикаты. Это, например, рубленые котлеты, это различные маринадные группы, потому что это продукт, который ты купил, принес домой, бросил в духовку, и тебе через 40 минут потрясающий ужин и на всю семью даже. Плюс, естественно, мы во время пандемии поддерживали рестораны, и у нас был проект «Ресторан на полке», он и есть сейчас. Мы смогли вместе с ресторанами выработать правильную работу, как, ну, ресторан же это блюдо из-под ножа, ну, и очень короткого срока годности. А когда ты, ресторан тебе представляет на полке, то нужно, понятное дело, приготовить, доставить, распределить по магазинам, чтобы еще продукт вылежал на полке, и покупатель его смог купить и еще дома у себя приготовить. Ну, это достаточно длительный, да, период времени, и нужен соответствующий срок годности. Но мы научились вместе с рестораторами работать, и как раз-таки даже в мясной гастрономии мы вводим линейку продуктов «Сувид». «Сувид» — это полуфабрикат, ну, как, не могу даже назвать это полуфабрикатом, это «Ready to eat» — это продукт очень высокой степени готовности, ты просто его разогреваешь. Ну, например, телячью щечку для того, чтобы ее приготовить с нуля, из живого ее такого, ну, как относительно охлажденного состояния, нужно потратить очень много времени и еще приложить сноровку. Не все мы бренд-шефы зачастую, а нашим покупателям мы как раз-таки хотим дать вот эти вот блюда, могу сказать, не премиум качества, ну, вернее, не премиум сегмента, не нравится мне это слово, а вот такого ресторанного уровня, чтобы ты пришел, и у тебя была щечка, как из известного ресторана московского. Невероятно тяжелое интервью, потому что говорить после таких вкусностей просто невозможно. Хочется поинтересоваться у вас, как у профессионала, 20-й год, повышение цен, поставщики тоже пытаются как-то выжить. Как сейчас изменился показатель этот? Все ли налаживается и стоит ли вот ждать послаблений, что у поставщиков снижаются цены, что все хорошо, и тоже магазины могут как бы чуть снизить ценник? Ну, сейчас вот как раз-таки именно буквально вчера к нам пришла новость о том, что сняли ограничения на ввоз баранины с юга, поэтому могу точно сказать, что налаживается. Налаживается ситуация как по баранине, как по яйцу, которое очень выросло, особенно, ну, понятное дело, все это сезонно перед Пасхой, сейчас буквально в два раза упала стоимость яйца. Налаживается по курице, ну, практически по всем, да, которые у нас просели в том году. Это курица, потому что был птичий гриб, это свинина, потому что АЧС и очень большое количество поголовья было уничтожено, но сейчас мы, наконец-то, наши производители, и мы, в свою очередь, как ритейл, выходим из вот этой вот затяжной такой ямы. Она началась, понятное дело, с момента там марта, и дальше пошло, мы думали, что в начале осени будет какая-то передышка, но вроде как уже все начали снимать ограничения, начали люди выходить, ездить, там, но нет, случился грипп, только у птиц. Мы надеемся, что все будет хорошо, спасибо вам за вашу работу и надеюсь до встречи в следующем году на нашей выставке, когда мы еще более радужно и весело поговорим о том, что в рынке все хорошо и стабилизировалось. Спасибо вам большое. Спасибо. До свидания.